Всем привет! Сему оградку мы сегодня мы продолжим играть в игрушечку под названием Кена Муздуков. Соответственно мы наливаем чаёк, зажмемся поудобнее. Сегодня у нас будет Ну вот прям атмосферненький, лямповый, гнилушеский контент. Собственно в прошлой серии басовались мы на моменте, где мы с тобой победили по-моему там то ли трёх, то ли двух боссов, то ли мини-боссов. Пиковый вопрос лишь кто это на самом деле были, но были они достаточно лёгкие. Играем мы с тобой как обычно на Эксперте, я вот кто не верит это Проводник Духов Эксперт, высшей сложности нет. И вот только тут есть Проводник Духов, есть режим истории, то есть вот там где снизу пишется то, что способности с гнилушами перезаряжаются только при наносении урона, враги очень агрессивные на нас больше урона. Ну в принципе так оно и есть, они нас могут шотнуть с двух, ну точнее убить с двух ударов, ну либо с трёх, по крайней мере босики, ну или бы не босики. Вот, собственно в прошлой серии мы на моменте, где мы с тобой прошли получается воспоминания Тару и собственно взяли одну из реликвий. Вот, и сейчас получается идём снова за ещё одну реликвию, к сожалению Тару. Вот, посмотрели на его любовь, узнали всякую разную веселуху, ну собственно ты это можешь увидеть в Анатасик справа в верхнем углу. Там у нас есть и что, прошлая серия. Я настоятельно рекомендую тебе сначала вообще посмотреть весь плейлист, а он у нас в описании. В общем, ладно, не будем без вот этих вот всего остального, идём сразу же это веселиться. У нас тут какой-то вход в пещеру, пока что я без понятия для чего он нам. Ну, господи, какая же атмосферка-то тут в этой игре. Ну, как же это всё прикольно выглядит. Так, и... У нас тут... Прямо странно, что у неё есть тренинг. Тут получается, вот эта вся гниля, она прошла вниз. Вопа. Чёрная жидкость бьёт. А, не, подожди, это сверху идёт. Я уж подумал, что это, блин, нефть. Я уже хотел обрадоваться, хотел сюда американцев с демократией пригласить. А чё-то как-то не получилось, не портануло. Во. Ой, слушай, тебя прямо так на превьюху взять, было бы вообще замечательно. Во. Просто идеально. Вот просто идеальная превьюха. Ну, ладно. Мы с тобой продолжаем бегать. Тут ничего боли я вроде как не вижу. Масочку я тут одеваю, не надеваю, и всё равно нифига не вижу. Если что, маска, это не просто по приколу скриншотики сделать, а увидеть всякие разные потаёмные какие-то секретики. Но. Секретиков тут нету. Эта штучка никак не активируется, ну и да и ладно. В общем, мы просто тут идём пока что в пещерке и видим, как тут всё заражено. Сейчас, видимо, будем это всё отзараживать, или как это обозвать. Кстати, сохранение. Видимо, будет миниатюрный босик. Ну, или не миниатюрный, а настоящий босик. Ну, хп-шка есть. Причём их две. Значит, босик будет сложный. Ну, собственно, это и да. Я уже у него вижу две вещи, куда можно атаковать его. Первая получается. Тихо. Поняли тебя. Тихо. Ну, она чё-то как-то не особо, на самом деле, его дома. Он от нас, получается, прыгает. А, он к нам прыгает. Я тебя понял, игра. Так, слушай, мне как минимум нужно одного кого-то из них убить. Как минимум нужно одного убить. И взять у него это. Способность. А вот, кстати, и способность. Тихо. Тихо. Иди мне, возьми хп-шечку. Там чувачок у нас получается. Вот он. Ну, я чё-то до него не могу дострелять. И он меня всё-таки задевает, собака. Вот сейчас он прыгнет. Я надо меня... Так, подожди, а как это его прыжков-то уворачиваются? Я как минимум сейчас дря вот это всё сейчас делаю. Мне нужно хотя бы справиться... Так, ты не прыгаешь. Может, мне нужно постоянно к ним вблизи и держаться? А то сейчас... А то сейчас... Давай, по крайней мере, просто попробуем его это подамаживать. А, понял. У него способность вот эта, когда он прыгает, достаточно странная. Потому что я вроде как убегаю, а ему как-то по барабану. Так, я надеюсь, что мы сейчас всё это скипнем. Стрелять в него я, пожалуй, не буду ему в центр. Потому что вот эта штучка, она нам даёт... Хотя, почему это не буду? Давай-ка мы это будем делать. Тихо. 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 Таки заделся бы очень. И у него уже, смотри, сколько хп. Иди, тихо, тихо. Ручи, собака-то. И вот сейчас прыгать. Тихо. Отставить. Вот эту штучку мы подбираем. И идём, пожалуй, тогда сразу же активировать её вот здесь. Нужно как минимум бить вот этих всех пацанов. И-ка, не бей меня. Я пытаюсь найти... Я пытаюсь найти кнопочку. Вот он. Но он от нас убегает, в случае. А, он ещё одну атаку делает. Я забыл. Извиняйте. Давай возьмём, получается... И, получается, сейчас снова будет отпрыгивать. Да, отпрыгивать, сволочь. Тихо. И, блин, промазал. Серьёзно, что ли? Козли, да. И опять он своими вот этими размашистыми атаками достаточно меня задевает. Ну, его, в принципе, можно и постоянно вот так вот дамажить. Он потом ещё особо вот такого не делает. А, в этот момент его нужно бить. Я понял тебя, игра. И всё. Ещё в нём такого сложного, опять же, нет. Так, окей. Знабили, убили. Ну, в принципе, мы всеми хпшками воспользовались. А тут у нас, кстати, этот... Специальный фонарик. Красота. Кстати, как обычно, если ты пьёшь чай, либо же ешь, то приятного аппетита и приятного чайпития. Так, ну, мы как-то не дали особо попить. Ну, типа, ладно. Освободите Тару. Освободите Тару с помощью реликвий. Обнаружена реликвия в фонаре. Ну, окей. И 35... 3435. Я понял, вот эту штучку активируем и вот эту штучку едим. Почады, время кушать. Давайте. Ну, давайте. Чё, не хотите, что ли? Я как минимум вот этот вот... Так, а ты чё такое? Применей гнилушек. А, это просто веселуха у нас. Я тебя понял. Так, дай мне вот эту штучку активировать. Ну, собственно, тут больше... Есть всё-таки что-то. Я от тебя ка-дюбль. Тихо. И всё красиво. Так, у нас тут точно ничего больше нет. Никаких следов, никаких пацанов. Ну, значит, окей. Так, ещё одного босика мы убили. Вот на этот раз это точно был босик. Не менее, у него даже была заставочка. Пока я только из боса помню только троих. Все остальные-то, скорее всего, мини-босики были. Потому что у них не было заставочки. Ну, как бы логично звучит. И, кстати, реликвия-то у нас есть. А как её активировать? Вопрос-то актуален. Ну-ка, давай позвободите тару. А как активировать её? То есть, вот туда все три реликвии. Воспоминая четыре из четырёх. Мы сейчас, получается, просто отсюда уходим. Я понял тебя, игра. Я тебя понял. Давай пойдём дальше. А подожди, у нас, получается... А, мы чё-то сделали. Короче, теперь везде темно. Везде идёт дождик. Так, тару, ты так неожиданно не начинаешь орать. А то и не весело совершенно. О, тихо. Даже точку, по идее, можно поднять. Почады, поднимайте. А то ещё это тут как-то... А чё в смысле? Её нужно в определённый момент куда-то положить? Так, а я только не понял, куда. Ну-ка оставить. Ай, вы её просто покинули. Я понял, гнилуха. Только куда её положить-то? Давай вот сюда куда-то. Вот сюда. Пацаны, вот сюда вот. Я вам заявляю, тут чё-то цветится. Во, красота. У нас тут чё-то будет? Или нет? А, не, я всё понял. Тихо, где она? А ещё туда нам нужно уходить. Я всё, кстати, на время держу в курсе. Только где она? Давай, я успею. Её, чё тут как-то долго-то всё внутренно делался. Он нашёл по нальтару. Он потерял его, когда искал детей. Ммм. Короче, чё-то случилось и... Как ты понял это? Принеси реликвии к падшему древу. Пора помочь Штаре обрести покой. Пора помочь. А у него дети эти обрели покой, что ли, или чё? То есть, почему они в виде призраков-то, потому что они явно призраки. Вот точно ничего у нас нет. И как бы я видел, что-то есть, но вроде как больше ничего нет. Печелька. Так, штучка. Я обязательно мне не нужна. Крышечка. Это, если что, шляпка для наших пацанов. О, щучка. Это мы обязательно повесим её. Ради Дида. Ради Литки мы её повесим. Крышку на голове. Очень тонкий юмор. Сейчас, наверное, Дид меня возненавидел. Но не суть. Так, мы, в принципе, можем вот сюда переместиться просто. А можем чё-то изделить. Я, правда, не знаю, чё конкретно. Ну да, тихо. Пошли, она всё в порядке. Практически. Так, вот эту штучку мы никак не можем активировать, да? Ну или мы уже её активировали. Скорее всего, вторую. Так, нам просто нужно куда-то уйти. Ну, не куда-то, а в той херни. Люлядная. Я, кстати, думаю, что это уже финальчик сейчас будет. Тихо. Пацаны, поднимайте фиговину. Это плюс мне... А чё, в смысле её? Нужно куда-то в отдельное место, что ли, положить? И куда её положить? Я чё, знаю, что ли? Так, как минимум, тут должно что-то светиться. Я же... Я думаю, что её просто нужно поднять. А её, видимо, куда-то переместить нужно. Не говоришь, что куда-то вот сюда? А где у нас филин, это ещё есть? Стоя бы гисли. А чё, серьёзно, что ли? Короче, вот эту сабу нужно сюда переместить. И нужно найти ещё две сабы, чтобы... Что-то какую-то секреточку открыть. Я тебя понял, игра. Только почему-то я к ней подошёл... Слушай, ну сова не может быть далеко. Так, пацаны, вот сюда её переместите по зелюсти. Вы её перемещайте. Дядя-дядя, смотри, где ты тут. Где тут, смотри, как аккуратненько. Бесить, не сидеть! Парпуровая база, её не уроните, козлы. Как крустали, честное слово. Ну, короче, ладно. Видимо, нам нужна только одна, потому что я тут больше не видел вроде как сов. Да и чё-то как-то... Не думаю, что они должны быть далеко. Не, нам всё-таки нужно ещё найти. Так, ещё две сабы. Вопрос на миллион. Будем её сейчас искать? Либо же это... А, ну смотри. Давай тогда всех этих софтов найдём. Чё вы... Это буквально где-то в пяти метрах отсюда. Она не может быть далеко, потому что ты заметил. Мы не можем далеко отходить вот от этой херни. Иначе они начинают это комплектовать. Так, пацаны, только не уроните. Серьёзно вам заявляю. Духи не любят, когда радиют их памятники. Ну или статуи. Ну ты, короче, меня понял. Вот, уроните и всё, и пипец. А опять тут везде будет вот эта вот херня, которую мы тут очищаем. Не совсем весело. Так, ещё одна. Красиво. А чё у нас? И чё за вопросики? Где последняя, типа, хотели? А я сам не понимаю. Так, а последняя должна быть где-то вот в этой, наверное, стороне. Наверное. Вот, да, в этой стороне. Смотри, как идеально всё замечательно. Я могу её прям вот сразу это? Либо я, кстати, могу их переносить. Да, мне что-то кажется, что можно всё-таки отходить. Но для этого тебе придётся постоянно на её кликать. Вот смотри, как я её веду. И посмотри. Берёшь пацанов вот сюда вот зовёшь. Они её туда перетаскивают. И после этого ещё ты можешь отойти. Вот. Видишь, я тебе подальше прошёл уже. Всё, пацаны, вон туда не сеть. Самое главное не уроните. Я вам уже заявлял и говорил по несколько раз, что будет. Будет совершенно невесело. Так, и чё нам за это будет? Олень. Ну чё ж так сразу грубо-то? Я, конечно, понимаю, что хернёй страдаю. Там у нас, между прочим, таруи-то. Будет бегать. Но зато у нас это... Да. Зато у нас теперь есть улучшение. Вопрос только актуальный. Какое именно улучшение? Мы можем как минимум вот это фигануть. Будет больше стрел. Целок пять штучек. А у нас сколько? У нас их четыре. У нас их четыре. А зачем так это всё бельтешит-то? Сделали бы десять. Так, ты чё такое? Ты парирование. Парирование чё-то как-то не сильно хочется. Вот эту фиговину в принципе можно. Но чё-то как-то опять же не хочу. Давай парирование. Или не давай. Ладно, давай вот эту штучку. Она как минимум нам точно нужна. Потом будет шесть стрел, но мы их не будем качать. Мы прокачаем скорее всего либо это, либо это. Вот. Всё, я Гатёв. Ну да, там ровно тридцать по траге. Так, всё, перемещаемся. Игра я Гатёв. Ну и Гатёва. Так, и получается идём мы к Тару. Да, дерево Тару. Кстати, вопрос актуален. У нас там между прочим есть деревня. Которую мы так и не спасли. До сих пор причём. В принципе мы потом это можем сделать. Но чё-то мне странно. Я думал, что мы в этой деревне будем постоянно тусить. Давай как минимум сейчас сходим. Я понимаю, что ты хочешь посмотреть чё-то там уже старое вообще. Но... Мне интересно кое-что другое. Мне интересно вот эта деревня. Потому что... Потому. Очень странно то, что... Так, подожди. А деревня у нас... Избавилась от порчи. Ну, практически. А, это типа мне игра намекает, что я могу тут побегать, походить, повеселиться. Красиво. Так, у нас, кстати, это... Победить всех врагов. Ну, я думал, что я в тебя попаду. Чё-то как-то нифига идет. Враги четыре. Ну, это как бы легкая вещица. Ну, и красиво, враги два осталось. Тихо. Там, а главное, видеть, что тут вообще происходит. Ну, и всё-то, все враги побеждены. Открывай мне сундучок. И, по-моему, в сундучке сейчас что-то будет веселое. Если мне не ошибает память, там... Вроде масочки всякие разные. Где масочки нету. Печельно. Короче, деревня у нас потихонечку приобретает нормальный вид. Мы всякую разную херню тут можем активировать. Можем собирать всякие разные вот эти вот приколы. Но, опять же, я пока не понимаю смысла. Туда. Туда. Не, можем куда-нибудь туда перейти, но нам нужно с другой стороны выстрелить, как я понял. А другая сторона это где? А другая сторона это... непонятно где. Ну, честно. Ну-ка. А, или понятно. Или, получается, отсюда нужно перейти вот сюда. И мы можем соединить... Несколько локаций. Ну, это типа просто тупо напобегать, нахерерать. И к сюжету-то никак не относится. Это типа пройти абсолютно все и ся, и вот эти все басочки открывать. Это как это называется-то? В модном языке. После гейминга или как? Замечательно. Так, что надеть шлепки? Можем купить бабочки. Перо. Цветочек. Клевер, бантик, ключи, гнездо, лень. Лиса, тару, надеть маску русу. А, и все остальное у нас закрыто. Смотри, как много всякого разного говно закрыто. Даже если одна масочка за тысячу. Так, золотая гейлуха. И давай надеть все сразу. Мы это можем сделать? Ну, в принципе, я думаю, нормально. Так, где тут можно перемещаться? Все, я тебя увидел. Идем тогда к тару. Не будем больше тут херер страдать. А то что-то я как-то уфигел. Припух, что-то. Надо, на самом деле, побыстрее заканчивать сюжет. Многим интересно. Это ж не стримчики какие-то, где я могу тут бегать, веселиться. Годить. Так, тару, я, собственно, тут. Здорово. Вы мне что-нибудь хотите сказать? Я помогу тару, но здесь будет небезопасно. Оставайтесь с русу. Пока я не освобожу тару. Будь осторожна, Кена. Я понял. Я всегда есть осторожность. Взаимодействуйте. Субтитры создавал DimaTorzok Мне опять дождик идет. Я тебе точно заявляю, дождик это какая-то веселуха у тара. То есть это его как бы воспоминания, и в воспоминаниях у него именно был дождь. Он именно ходил под дождем, искал своих братьев. Так, и это у нас получается еще один очередной бусик. Субтитры создавал DimaTorzok И у него, кстати, постоянно появляется вот эта фигурка. Все. Его в этот момент нужно подходить и это бить. Все. А сейчас нужно уходить. Так вот как в нее попасть теперь? Вот как попасть-то в эту штучку надо было? Ну это явно нам давало больше хп. Так, а тут он нас убил. Ну, по крайней мере, я теперь понял, как его валить. То есть выстреливаешь вот в... Ой, слушай, а мы каждый раз будем вот эту всю херовину смотреть? Ну только не говорим нет. Ну да, будем смотреть, но мы можем ее пропускать. Так, расчет. Тару. Тихо. Тихо. Ну, а сюда вот стрелять нет никакого смысла. Тихо. И давай снова появляйся. И он сейчас снова будет перемещаться, иди. Да что-то как-то особо не хочет. Хотя сейчас будет, смотри. Я же вроде в тебя попал, козлида. Тихо. Ну, не полючились, не портануло. Ну ведь почти же. И все-таки задел козлину. Ну давай не будем, короче, это... Перенапрягаться. Вот эту штучку возьмем. Пополним себе немножко хп. Вот это я, конечно, вернулся, интересно. Тихо, Тару. Не уручи. И вот сейчас он опять сюда перейдет. Но смотри, это тебе не Дарк Соус. Во время перекатов ты все-таки смертен. Ты смертен во время перекатов, и тебя может задеть. Это мы уже неоднократно сейчас с тобой увидели. Видел ли я сейчас перекатываться? Я же у тебя вроде попал, сволочь. Так, ты долго будешь надо мной... Так, замедление времени у нас не работает. Короче, замедление времени ваша вся херня. Сейчас у меня, кстати, он не попал. В принципе, его можно убить, но это достаточно муторная веселуха. Еще раз. У нас еще, по-моему... А, у нас все, больше ничего нет. Тихо. Еще одна стадия получается, боссы. Ай, Пойль, Пойль. Тару, а может хватит меня уже донатить? Те, вонючи. Так, подожди, а вон теперь у нас... И у него какие-то новые атаки. Пой для тебя. Тихо. Пой. Так, гребаный тару. Тихо. И все-таки он у меня попал. Но это, по-моему, спи... А, нет, это все-таки у него способность была. Слушай, ну, в принципе... В принципе, можно было бы как-нибудь с ним справиться. Я, правда, так и не понял, сколько конкретно я ему урона наношу, если я, это... Ему в плечо буду стрелять. И как конкретно ему в плечо попасть, я тоже пока не знаю. Ну, я сейчас много всех вразово просрал. Без зелого. Так еще и урон получил. Я бы, на самом деле, даже арестартал. Ну, в принципе, ладно. Тихо. Тихо, Тару. Не урчи. Телефон, не мешайся. Вот, козлин, я же тебя попал. И опять он меня, козлин, попали. Вот это уж точку можешь активировать. Все, спасибо. И, собственно, у него уже мало КП. Хватит. Тару. Тару, успокойся. Конечно, понимаю то, что ты весельчак. И опять у нас кончилась вся веселуха. Вот как конкретно уворачиваться, я тут не совсем понимаю. Потому что конкретно урон иногда проходит, иногда не проходит. Вот типа вот это вот что такое. Вот что тут с этим делать? Я на пига вот это вот сейчас все применил. Я, наверное, это зря не делал. Ай. Козель, это как бы я ударил. В этот момент он меня очень сильно дамажит. И пик, что сделаешь с ним? Ах, ну это пока что... Ну слушай, это финальный вроде как босс. Наверное, кстати. Потому что, по сути-то, у нас больше ничего нет. То есть, мне хочется сказать, что это финальчик игры у нас будет, да? Если финальчик игры, то его как бы оправданный босс, между прочим. Я просто пока не понимаю, как конкретно бы нужно дамажить. Где именно и сколько я урон нанесу. Пихо. Ну, как обычно, я получаю урона, причем целых два. Козлина. Слушай, возможно, нужно ровно во время его атаки выворачиваться. Возможно, у меня просто тогда зафига. Козель. У тебя тут как бы фиговины это. Я почти до тебя дошел. В принципе, дошел-то я, конечно, красиво. Но как обычно, просрал всю херню, интересно. Вот как ты меня задел, козлина. Хотелось бы это узнать, если честно. Очень сильно хочется узнать, как ты меня задеваешь. Я уже прям максимально от тебя отпрыгнул. А не смотри. Люба тякут. К нему, если что, нельзя прыгать. Он тогда, это... Он отпрыгивает и тебя снова убьет. То есть, в любом случае, он тебя ударит, если к нему прыгнешь. Нужно от него. А от него прыгать, как ты видишь, у него меч все равно задевает. То есть, тебе нужно... Получается, прыгать именно в тайминг ровно. А в тайминг тут не совсем всегда понятен. Как минимум, мы должны ему постоянно вот так вот херачить. И не жадничать. Потом отходим и просто тупо отстреливаем. Ну, в принципе... В принципе. Тут я опять тайминг просрал. Не совсем понятно, как он конкретно работает. Возможно, тут нужно не перекатываться, а просто на шип нажимать. Он сейчас на нас прыгнет. Ну, вот как вот в эту херню попасть? Вопрос на засыпку. Вот как в нее попасть? Если попадаете, сволочи. Тихо. 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 Вот красота-то. В принципе... А почему-то снова-то исчезло-то. А не исчезло. Только вот за что ты сейчас это сделаешь? Тебе не должно было... А я забыл. Я забыл. Я забыл. Ару хватит уже. Так, слушай. Мне нужно неожиданно сейчас взять вот эту штучку. Тихо. Тихо. Тихо, Тару. Ну... Он меня убивает, хочешь сказать? Меня не убивает Просто по идее задевать нельзя Я вот в эту штуку никак не могу попасть И ты видел то, что я типа отпрыгнул, но он меня все равно задел Если задумаешь то, что легко попасть вот в эту болтающуюся херню То нифига это не легко У него моделька персонажа находится и керп раз ишь где То есть я попадаю вроде как в нее, но по сути-то на самом деле не в нее Потому что она там вертится по пизике, вертится Но в принципе мы дошли у него уже до этой, до его еще одной очередной стадии В принципе теперь гораздо будет сейчас легче с этим справляться Тихо Тихо Ну спасибо, конечно, козлина Ну смотри, вот она как бы И все равно ведь не попал Ведь козет Ну давайте Ну спасибо тебе, Тару Спасибо за вот эти вот Аплевые хитрые Вот смотри, ну ты видел, как он меня именно ударил Он в одну точку, а потом херак и так неожиданно перемещается Это, кстати, типичная штучка в Дарк Соусе Там тоже так вот монстры просто берут и перемещаются Он сейчас неожиданно, ну да, взорвется и мне нанесет урон Потому что у него ХП достаточно много Тихо Дядя Больт, ну что у него еще вторая Кстати, сейчас нельзя, чтобы он в меня попал Тихо Би его И его надо опять начинать тут просыпаться Соболочи Вот тут самое главное, чтобы он не попал в тебя Он в тебя попадает в любом случае Достаточно странно Веселок, конечно, у тебя, Тару Вот смотри, как убер... Ага, смотри, увернулся Тару, а можешь, пожалуйста, не прыгать? И точнее, траекторию в прыжке не менять? Это невозможно, Тару Менять траекторию в прыжке, ну это нечестно Ведь это не из разряда, типа, прикольный или веселый Это из разряда Dark Souls, Ями Адзаки, я гений Он тоже там любит через текстурки бить Слушай, мне вот интересно А если я его буду суперспособность своей бить? А вот сейчас я прострел Ну хотя бы не две тычки получил Тихо И опять он, кстати, траекторию просто в полете меняет Может мне просто в этот момент нужно хер забить на вот это все? Как вариант, кстати Ехать И все, уходим Либо мне нужно максимально близко к нему находиться Только траекторию не меняет козлины И вот все, у меня закончилось Давай вот эту штучку еще возьмем Ну вот давай, ломайся Я по-моему Таня, смотри, я ему все-таки урон нанес Я ему все-таки как-то нанес урон Я понял Сейчас он будет как раз к меня дамал Без понтово Спасибо тебе, Тару Ну, вот я в нее попал? Вот как ты думаешь? В нее же летела ровно Смотри Вот как в нее Я же в нее стреляю Или во время его вот этих вот рыбков Она типа не активная Но при этом она светится Непонятно Она же, я прям в нее стреляю Я вижу то, что я в нее попадаю И она типа отскакивает Короче, странный совершенно Тару Вот это вот, скорее всего, и интересный босс Но он же финальный Как бы Неудивительно, что он сложный Так, Тару Ты меня не беси Ровно в нее Ровно в нее Все красиво, все весело А теперь убегаем В принципе, я постоянно Дохожу до второго босса Тихо Во время прыжка Я не буду зим По идее Но по факту Что-то как-то я не вижу Вот Я не верю Вообще, на самом деле Не хотел у него Эту фиговину Активировать Вот Я в нее попал Я же в нее попал Ару Хватит Сейчас я в нее не целился Точнее целился, но не попал В любом случае Точнее не должен Тут попасть Давайте Ару Будем бегать С тобой веселиться Идем Туча, а он меня так может убить Все-таки Опять в нее уже попал Батя, ору Ты меня не беси Туча, давай его Звели, значит Хотя В принципе Давай вот эту штучку Смотри Тут-таки заделан Так Сейчас самое главное Просто тупо Нужно куда-то уйти Непонятно Как от него сейчас Тут уворачиваться Но типа Иногда Это получается Фига, тару Не перемещайся Смотри Попаль Все красиво И он меня все равно заловил Тару Я свою суперспособность Применю Козлина Так А теперь самое главное Пройти Как-то сейчас Момент Когда вот он Так на меня прыгает Нет, тару Обожди Ау, еще один Удор Да ты Алло, хватит тару Ну попади в нее Попади в нее Алло, Карл Она у тебя за текстуру уходит Да серьезно Ну она же за текстуру уходит Она за пол уходит Ну как я ее убью-то Она же Делать гребаные слабые точки Противника Которые могут уходить за текстуру Это, конечно, очень весело Особенно, когда они еще Не восприимчивают к урону Это тоже очень весело Ну, давай снова попробуем В принципе, мы его почти забили Тут нужно уходить не туда Так, слушай, подожди Мы можем тут еще переиграть Ну это бессмысленно Мы получили слишком много урона И совершенно бесполезно Это плохая попытка Тут даже смысла нет никакого Сейчас его пытаться убить Если я, конечно, в итоге Не, короче, убивай меня Тут серьезно нет смысла никакого Да, вы быстрее только Чтобы просто Тупо сэкономить время Самое главное Это просто хорошая Первая вот эта попытка Где ему нужно нанести Много урона И при этом урона Самому не получить И, собственно, все будет красиво Тяру Я правда не знаю Зачем я прям В первую же секунду Начинаю его тупать Уронь что-то как-то перестал капать На самом деле Тихо А ты еще просто ходишь Тебе передумал, что ли, меня бить? Не передумал, меня бить Совершенно тупо у него Вот эта вот Пировина светящаяся Вот она там за текстурой Мне еще там не сделаю И ты все равно не попадешь Но опять у нас фиговая попытка Смотри, вот она Дай в нее попасть Вот, попали Красиво Только я просрал все время Когда его надо было бить И еще получил урон И еще второй урон получил Ну, слушай Мне начинает пишать телефон У меня тут чувствительность Не такая большая Чтоб тебе и По 100-500 раз это Я в итоге мышкой тут Ну да, меня убил Собственно, тут было и неудивительно Попытка была херовая Так, вопрос на миллион Мы в принципе можем Что-то прокачать На самом деле В этой ситуации Я могу сказать только одно Мы зря вот эту штучку Не прокачали Интересный момент На боссах бы она сработала Или нет Скорее всего нет Но Тогда В принципе Не зря мы ее прокачали С другой стороны Я Как Заметил Вот эта вот Огненная стрела С гнилушами Со всеми херушами Она ему особо Много урона не снесла Сносит ему урон Именно тот момент Когда я ему бью по плечу Но по плечу Попасть практически нереально Он в этот момент Начинает Шелушиться постоянно И Ничего особо не происходит Ну давай Я в тебя нажимаю Так, ну и че Я вроде как От тебя далеко, да? Чем больше ты попадаешь Тем больше у него Активируется эта штучка Опять 25 Как-то бы Кстати С другой стороны Мы можем просто Не пытаться Уворачиваться А просто Ну типа Хотя Не знаю На самом деле Че-то делать Тихо Да урон это особо Бесполезно Если честно Понимаю Ну в принципе Ладно Тихо Тихо Ну и в очередной раз Сейчас нужно Как-то просто Додуматься Как от него Уворачиваться В такие вот моменты А мы стоим У воротов Тут как бы Не поможет И самое главное Сейчас просто Тупо ему попасть До фига Еще раз Захилиться Ну и все И он нас Все-таки Убивает Думаю Почти его Выиграли То есть Смотри То есть Получается Его нужно Забить Потом Ударить В плечо Самое главное Попасть Потому что По плечу Ты нихера Не попадешь Опять же Там непонятно Как это работает Ну Как-то странно Как минимум Надо было его Бить тогда До конца Я что-то Как-то Ссыковал Но в принципе Попытка была Хорошая Тихо В принципе Мне что-то кажется Что я ему урон Тут больше не нанесу Не нанесу Больше чем Легкачев Самое главное Постоянно Иметь Больше Вот этого Энергии Так Это я Увернулся Это я Молодец Ну В принципе Красиво Ты Передумал Что-ли Тихо Ну Красиво Давай Теперь просто Его дамажем Постоянно Так А теперь Самое главное Просто Увернуться Ботовой От него Вот этих Всех Атак Ну Собственно Дни-то От единой Атаки Были Увернулись Нифига Но Потом Дальше Тоже Что-то Можем Сделать Вот Смотри Попал Я По ней Я По ней Попал Тут же Тару Козлины Я Попадаю Под Ней Я Серьезно Я Тебе Заявляю Я По ней Попадаю Я Уворачиваюсь От тебя Ну Собственно Как Б Самое главное Просто Заловить За эту Ситуацию Слушай Ну В принципе В принципе Его Можно Убить Это Реально Я Правда Так И не Понял Как Уворачиваться От Его Вот Этих Вот Атак Потому Что Как Не Уворачиваешь Что он Тебя Задевает Он Тебя В этот Момент Задевает Я Вот Сейчас Думаю Имеет Ли Смысл Слушай Как Минимум Я Понял То Что Его Можно Просто Тупо Спокойно Дамажить Просто На Попик Вы Херачив И Вот Сейчас Тоже Нужно Подойти И Точно Так Же На Попик Херачить А Подожди Удар Хвостом Нельзя Допустать Того Чтобы Он Куда То Примещался Хотя Что Я По Моему Не То Случайно Сделал Тихо Хотя Сейчас Самый Главный Гол Тихо И Все Так Попаду Смол Бог Еще Второй Раз Ну По Идеи Его Нужно Более Агрессивно Пить Козлиный Ты Не Должен Уворачиваться В Момент Этого В Принципе Все Красиво Должно Так Я В Тебя Должна Попасть Слушай Вот Все Красиво Так И Все И Теперь Будет Совершенно Невеселая Ситуация Потому Что Мы Умираем С тобой В Любом Случа Мы Не Успели Ничего Сейчас Сделать Потому Что Ну Ты Понял Вернуться Вот От Его Раш Практически Нереально Там Уже Проще Нужно Себе ХП Иметь Просто На Прозапас Но Мы С тобой Дошли До Его Режима В принципе Логика Тут Очевидна Просто Ты Вот Стоишь Вот Так Вот Домаш Его Прыгиваешь И Потом Снова Домаш Все Он Снова Тебя Поударял Тихо Самое Главное Нужно Определиться Когда Он Именно Хвостом Тихо Вот Он Хвост Людей Не Понимаю Подожди Сейчас Тихо Сейчас Ну и все И пипец Ну да мы Просрали Так В очередной Раз Сейчас Самое Главное Просто Тупо Вот Сюда Попасть И Получить Получать Сыт Вот И Теперь Добежать До Вот Этой Штучки Я Не Знаю Он В любом Случай В Тебя Попадает Он 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 Попадает Я Вроде Увернулся Я Далеко Был Я Вижу Как Я Телепортируюсь Я Просто Не знаю Как Увернуться Вот От Его Вот Этой Василуки Не Телепортируйся Тару Хватит Это Все Делать Во Красота Тихо Ну Давай Ну И Все Ты Не Попадешь Не Я Попал Так Учить Быть Я Попал А Теперь Просто Задамажить Или Он Сейчас Еще Что Будет Делать Пробедение Грин Лож Ну Мы Его Убили Мы Его Убили Я Правда Не знаю Сколько Слушай А Я Забыл Тут Тут Есть Этот Чит Я Мог От Него Увернуться Я Можно Было Легче Гораздо Пройти Всю Ситуацию У Нас Кстати Сколько Время Прошло В Принципе Мы Долго Его Херачили Мы Его Долго Херачили Мы Могли Его Убить Гораздо Легче Знаешь Каким Образом У нас Был Щит У нас Был Щит Гребана Про Который Я Забыл Ну Ладно Давай Таро Говори Болезнь Унесшая Наших Родителей Разнеслась По всей Деревне О Духи Теперь Теперь У нас Будет С тобой Щас Этот История Отправляйте На пути Горному Горному Храму Еда Заканчивалась Все Были Напуганы Никогда Никогда Не ощущал Себя Столь Беспомощно Сая Хотела Остаться Но Я Надеялся Что Русу Поможет Нам Я Был Уверен Он Знает Что Делать Но С лесом Было Что Что То Не Так Я Никогда Не Видел Русу Таким Он Отправил Нас Назад В Деревню И Тогда Я Помню Мы Остались Одни У Бенни И Саи Был Лишь Я Я Должен Был Защитить Их Не А Вот Эта Штучка Это Значит Что Они Больные Они Чем То Заразились И У Них Это Идет Вот Эта Вся Веселуха Вот Видишь У Них Сейчас На Лице Как Это Так Осип Это Произошло На Следующее Утро И Вот Этот Вот Момент Мы С тобой Видели Взрыв В горном Храме Покрыл Земли Мглой О нет Нет Бенни Сая Прошло Много Дней Я Я Искал Искал Везде Где Только Мог Я Ведь Их Старший Брат Я Должен Защитить Их И Мне Мне Все Еще Сложно Простить Себя Тару Дети Знают Как Ты Любил Произошедшая В деревне Не Твоя Вина Ты Всегда Будешь Старшим Братом Всегда Будешь Нужен Братом Прости, Кена. Мы не отведем тебя к храму. Ничего. Неожиданные субтитры, которые сломались. И неожиданные субтитры, которые сломались. И неожиданные субтитры. Если это был бы финал, то было бы странно. Потому что, по идее, мы открыли с тобой только вот эту зону. А карта у нас, ну, вроде как побольше. Зачем тут такая вот огромная карта? Как минимум, вот эта вот штучка тоже должна быть открыта. Вот. Я, собственно, тут и вижу. Что-то тут интересно еще виднеется. И, собственно, я думаю, то, что у нас сейчас будет еще левая сторона. И потом будет финал. Собственно, старую мы с тобой закончили. Скоро будем его, почти, точнее, его память. Медитировать. И, собственно, давай на этом закончим. Был достаточно сложненький боссик. Он был сложный, ну, буквально из-за того, что непонятно... Ну, иногда не попадал просто тупо куда надо. И это вот непопадание, оно было из разряда... Не во мне даже было дело. Это с каждым бы случилось просто потому, что... Странные сделали вот эти точки, по которым нужно попадать. Иногда странные ворота. Ты сам, в принципе, все видел. Я, наверное, это все скипать тебе и не буду. Буду тебе все это показывать. Да и к тому же я тогда не молчал. Ну, собственно, на этом моменте мы с тобой заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте друзьям. И всем удачи, всем до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok